Я хочу поделиться тем откровением, которое пришло, самое такое, которое меня тронуло, могущественное. Когда мы молились этой командой всей, и там были священники, пастырия с разных регионов страны, там были коренные народы, которые тоже высвобождали это прощение и молитву, там был пророк, там было апостольское служение, там была как бы представлена полнота около этой ямы, и мы молились долго, и пели, и славили, и происходило что-то, и вдруг пришло измерение. И когда меня попросили молиться, вдруг я стал молиться, и сам стал удивляться, о чем я молюсь. Я стал молиться о том, чтобы змей Иисуса был высвобожден над Россией. И потом все больше и больше, и сильнее, и тверже в вере пошло провозглашение о том, что Иисус – это змей. Я хочу доказать вам, что одно из животных, которое сегодня является актуальным над измерением мантии – это змей. Вы знаете, многие благородные рыцари и святые дома использовали змеев как свое тотемное животное для того, чтобы высвобождать измерение славы. И первый раз мы видим доброго змея, который делает работу Бога. Мы видим его у Моисея. И Моисей пришел к фараону с посохом, и он освобождал ему о том, что он должен отпустить Божий народ. И тогда, когда фараон был ожесточен по воле Бога, Господь сказал Моисею – брось свой жезл. Он бросил жезл, и жезл превратился в змея, в большого змея. И тогда фараон позвал жрецов. И жрецы фараоновы тоже бросили свои жезлы и тоже вывели змеев. И змеи жрецов стали ползать там же, перед фараоном и Моисеем. Но змей Моисея бросился на змеев жрецов и сожрал их. Буквально их поглотил. Не осталось ни одной змеи, кроме Моисеевой. Он их пожрал с хвостами и с головами. Буквально всосал и проглотил. Это был не темный змей. Это был змей Бога. Змей Бога. Потому что царство не разделяется о самом себе, оно не устоит. Это был змей из другого царства. Змей Бога. Вы такого еще не слышали. Теперь вы слушаете это. И мы видим дальше, как идет развитие событий со змеями. И потом мы видим, как однажды Израиль возроптал в пустыне, будучи выведен уже, и Господь наслал на них ядовитых змей. И змеи жалили людей, и люди умирали. Они умирали от укусов змей. И когда народ возопил к Богу и к Моисею, и они стали вопить, чтобы их помиловал Бог, тогда Господь сказал, вознеси медного змея на знамя. Медь прообраз искупления, прообраз жертвы, прообраз кровной жертвы. И вознеси его. И когда Моисей возьмет змею в пустыне, говорит Иисус, то тогда те, кто обращал свои очи, укушенные, умирающие, при последней агонии, при судорогах, они могли смотреть на змея с верой. Именно с верой обращали свои глаза. Они исцелялись от яда. Я думаю, они вставали и были исцелены от одного только взгляда. Но это не был простой взгляд, это был взгляд веры. И это был змей Бога. Иисус – змей. И когда мы там молились на Ганиной яме, чтобы снять проклятие над Россией, над убийством царской семьи, вдруг стала выходить пророческая молитва. Я не знал, как я буду молиться. Но стала исходить молитва прямо из чрева. Господь, высвободи здесь змея, который пожрет змеев этой земли. Высвободи твоего змея, который будет охотиться за этими змеями, который настигнет их. И вы знаете, змей найдет змея всегда. Не зайдет туда лисица, не зайдет туда никакая другая поисковая собака. Только змея найдет змею. И нам нужен сегодня этот Божий змей, который найдет змеев и пожрет их. Он зайдет туда, куда никуда не зайдет и сожрет этих змеев. И мы сегодня высвобождаем это Божественное измерение. Слава Христу! Я сегодня хочу сказать, что Иисус дал повеление своим детям. И Он сказал, будьте как змеи. Можете ли вы сделать такое доброе одолжение? Повернуться к ближнему и сказать, будь как змея. Вы сказали слова Иисуса? Да скажите другому, будь как змей. Но скажи третьему, будь мудр, как змей. Здорово, правда? Ты можешь добавить, ты очень красивая или все. Это не имеет значения. Будь змеей. Это так круто, ребята. Вы представляете, что за сезон? Вы представляете, какая свобода в Слове Божьем? И это все откровение делает. Откровение идет впереди. Это открытое слово. Иисус, мой Иисус сказал в Библии, будь. Он сказал, дорогой, мой младший брат, будь как змей. Ого, ого. Так, это как? Как? Как я должен быть как змей? Подумайте. Думать, как змей. Двигаться, как змей. Охотиться, как змей. Иметь природу, змея. Я не знаю, как вам, как по мне, так это вообще здорово. Вот. Вот такое короткое слово. И там высовывалось помазание. Поэтому давайте. Будьте просты, как голуби, но мудры, как змей. Будьте просты, как голуби, но мудры, как змеи. Иисус, мой змей. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже Красный Крест, даже аптека знает это. Фармацевтика знает, что это очень большая польза от этой капли. В чашу. С аспирином. Работает. Сегодня церковь должна не бежать от этих змей, а пожрать. Охотиться за ними. Итак, слава нашему Господу. Вы знаете, откуда эти все животные? Брат подошел, мне подарил черепаху. Другой брат подарил мне крокодила. Говорит, Роман, ты же прожуешь это. Я подумал, ага. Увожу из Челябинска черепаху и крокодила. Ну, еще там верблюда мне подарили. Все то, что есть, нельзя в Библии вообще. Но вы знаете, откуда это? Из мантии Петра. Все то, что Петр там видел. И Господь, когда ему там нагрузил этот, Он сказал, теперь ешь. Он говорит, нет, Господи, ничего нечистого. Ну, короче, отчеканился. Ничего нечистого не ходило, и даже не запнулся. Все хорошо сказал, как во сне. Он говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Я думаю, что там было много видов змей. И там вот так вот все было в клубках. И Господь ему сказал, стань, Петр, закали и ешь. Но знаете, почему Он сказал Петру есть? Потому что Он сначала сам это съел. Потому что сам Иисус сначала сам это съел. Когда Он меня принял, вы что думаете? Вы самая белая молочная творожная овечка? Вы что себе? А, вы коровушка бурянушка, сырниковая. Да нет, какая-нибудь гадюка негодная. Зависть – это негодная гадюка. Гордость – это гнусная, плешивая лиса. Скорпион – это жадность. Вы понимаете, ну, не надо в коробочку играть, в бренушку и в овечку. Когда Господь нас стал спасать и ложить в мантию Петра, вот этот клубочек мы и есть. Поэтому ничего страшного, когда наш вождь – Иисус змей. Вы здесь, да? Ребята, это измерение. Это мощное измерение. И когда мы берем эту мантию мудрости змея, мы двигаемся, перекатываемся, прыгаем, плюем в глаз и двигаемся дальше. И мы побеждаем для Царства. Аминь.